Итак, такой вопрос на засыпку. Каждому из вас. Сейчас вот в своих листочках мы вам предложим три варианта. Нужно выбрать какой-то только один вариант ответа и написать его для себя, для памяти. Потому что потом мы к нему вернемся, чтобы обсудить, так сказать, что это за варианты ответа. Итак, представьте, что вам предстоят потрясающие выходные дни. Грядущие выходные дни. Вообще вот эти выходные будут самые лучшие в вашей жизни. Что для вас значит самые лучшие выходные в вашей жизни? Итак, вариант А. Самое потрясающее – это изучать все сотворенное и вдохновленное Богом. Природу вокруг меня, искусство, священное писание. И если мне в выходные предоставится такая возможность, это для меня будут самые потрясающие выходные. Это А. Дальше Б. Вариант Б. Самое потрясающее – это творить добро, уделить внимание нуждающимся и тем, на кого у меня не хватает достаточно времени, ну, уделить время на неделю. И я думаю, что самые потрясающие будут выходные. Если в эти выходные я смогу максимум сделать добра людям, которые нуждаются в том, чтобы я им помог. И дальше вариант В. Самое потрясающее – это расслабиться. Наслаждаться свободным временем, хорошей пищей, приятным общением. Встречи с друзьями. Вот это самые потрясающие выходные дни. Итак, А, Б, В. То есть надо написать, запомнить, и мы сейчас к этому вернемся. Итак, давайте мы с вами прочитаем, что написано дальше в книге «Экклесиаста». Прочитаем и вернемся. Третья глава с 9 по 15 стихи. «А что пользы работающему от того, над чем он трудится? Я видел эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все садил он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучше, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем – это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее». Итак, Экклесиас снова сомневается в полезности труда. Так и написано, что польза работающим он от того, над чем он трудится. Потому что все это – суета. И ничего более. Томление духа. Ну, а теперь давайте посмотрим на наш ответ. Вот если кто-то из вас выбыл ответ «А». То есть самое потрясающее – это уделить время, когда никто не мешает, и наслаждаться творением, писанием, искусством. Посвятить время изучению, постижению того, что сотворено Богом, вдохновлено Господом на все это прекрасное существование. Ну, казалось бы, замечательный ответ. Ну, смотрите, что у нас говорит Экклесиаст. Экклесиаст говорит, «Я видел эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим?» А дальше посмотрите. А человек же не может постигнуть дел до конца. Который Бог сделал до конца. Он этого постигнуть не может. Тогда какой смысл? Так есть ли смысл заниматься тем, чего мы до конца все равно не постигнем? Нет смысла, если мыслить какой категории? Под солнцем. Кто из вас вариант-то избрал? Подумать, есть ли смысл изучать то, чего мы все равно не изучим? Но очень важно, да, понимать, что здесь говорится о том, что под солнцем. Для чего мы изучаем эту информацию, собираем? Ради самой информации, чтобы, знаете как, прийти в понедельник и быть еще более информированным, чем это было в пятницу. Вот, ну, грушится на такую информацию. Или вы стремитесь больше познать того, что у вас заложено как понятие вечность? Ведь в каждого человека это вложено. То есть для чего я это выбираю? Ради самообразования, признания людей, чтобы мои лекции были, я не знаю, более насыщенными, и чтобы действительно люди вот сидели, открыв рот. Грош цена. Тут опять же, какой категории человек размышляет? Да, конечно. Категории под солнцем или категории вечности? То есть опять, сам по себе не может быть ответа, а не хорош, не плох. Опять это в зависимости от того, в каком векторе мы этот вопрос рассматриваем. И это опять, каждый из вас сейчас дает ответ себе. Какой бы вы сейчас букву не поставили, это ваш ответ. Кто избрал вариант Б? Давайте посмотрим. Творить добро. Хорошо это или плохо? Ну что польза человеку, да? Говорит, эклесиаст. Опять надо смотреть категориями под солнцем или категории вечности. То есть мы творим добро, потому что мы обязаны это сделать перед обществом, перед людьми. Перед собственной совестью. Чтобы совесть не грызла, да? Надо вот посетить, там бабушкам съездить, этому человеку там навестить, помочь сделать то-то, то-то. Или действительно мы это делаем из любви к людям? Потому что в первом случае мы пытаемся, как сказать, купить вечность. А вот во втором случае, понимаете, это уже естественный процесс нашего бытия, вот в нашем векторе направленности к любви, к миру. То есть в первом случае мы говорим, господи, я вот сейчас пойду на вещу этого человека больного, а ты мне там галочку поставь. Ну, может быть, слух этого не говорим, но человек, который покупает таким образом вечность, он, может быть, даже не думает, что он покупает. Но чтобы облегчить совесть, там, не знаю, чтобы люди с дурацким вопросом не приставали, по идее-то оно так и происходит. Вы знаете, есть такой классический фильм «Уличеный ветром». Я думаю, что, наверное, многие из вас смотрели. В Америке он до сих пор считается классикой. Да, и вот там две героини главные, Мелани и Скарлотт, и когда была война, они обе, обе женщины высшего света, обе богатые, обе, ну, в общем, как бы вот, ну, будем говорить, одного круга люди. Но если Мелани... И обе работают во время этой войны с санитарками в госпитале. То есть, опять, за это денег не получают, но это их конкретная работа, служение, призвание для Мелани. А для Скарлотт это дань общественному мнению. Ну, положено так. Это признак хорошего тона, если дама высшего света пойдет к грязным раненым и будет перевязывать их гнойные вонючие раны. И она это идет и делает из обязанностей перед высшим светом. Мелани это делает, исходя из внутреннего побуждения. Для нее это смысл жизни. Как для Бога или для людей. Да, да. Как для Бога, а в праве, как для людей. Да. Понимаете, вроде бы, казалось бы, обе женщины одинаково проводят свое свободное время. Но разными категориями оцениваются, да? Поэтому опять, вариант Б не хорош, не плох. Просто нужно оценить, вот, кто выбрал вариант Б. Посмотрите, почему именно этот вариант вы выбрали? Исходя из каких размышлений? Ну, а что касается варианта Б, что самое потрясающее – это расслабиться. Насладиться хорошей пищей. Или креслом-качалкой. Ну, у кого что. Почему-то этот вариант часто считается очень недуховным. И такое распутство, да? Но смотрите, что пишет экклесиаст. «И познал я, что нет ничего лучше, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, это дар от Бога». То есть, если вы можете с легким сердцем радоваться, веселиться, общаться, будем так говорить, отрешиться на какое-то время от забот и возрадоваться. Вот как. Что там в изучении всего сотворенного? Что там в делании добра? Вот веселиться надо, наслаждаться. Но смотрите, что он пишет. «Главное – видеть доброе в труде своем». То есть, он не исключает ни первого, второго. Обратите внимание. Он не исключает ни изучения, ни делания добра. Но если первый, второй было сделано категориями вечности, тогда человек в состоянии веселиться. И насладиться здорово и хорошо. Хотим вам еще один из истории такой случай рассказать. На территории Ирака протекает река, которая носит название Диала. Диала. Просто интересный такой факт. Интересно, что это единственная река в мире, которая была приговорена к смертной казни. И что самое интересное, этот приговор был приведен в исполнение. Дело в том, что несколько тысяч лет назад царь Кир, переправляясь через эту реку, утопил в ней своего коня священного, белого коня, на котором он одерживал много побед. И он сказал, ах так, ты погубила моего коня, я приговариваю тебя к смерти. И когда они переправились через эту реку, он построил воинов. Они выкопали 360 каналов. И эту реку осушили. Полностью. Река перестала существовать. Но время шло. Пески стали эти каналы заносить. И река вернулась в свое русло. Так может ли человек разрушить то, что сотворено Богом на века? То есть вот эта река, созданная Богом, не умерла. Все равно все возвращается, понимаете, в свое русло. Такие свои, ага. Возвращается, да. Может быть, это не увидим мы, какое-то поколение. Нам кажется, что человек все разрушил окончательно. Если это не в планах Божьих, не будет этого. Не будет этого. И это касается не только таких природных катаклизмов, но и моральных устоев. Как и хотели их увести. Давайте сделаем моральный кодекс строителей коммунизма. Будем жить для будущего строителей. Мы служим семью. Давайте пусть дети сами выбирают себе родителей. Были у большевиков такие проекты. Давайте сделаем общих девственниц, которые, общественными, те, которые не вышли замуж. Они должны быть достоянием строителей, значит, будущего общества. Такие тоже были указы. Был указ половой жизни, настоящего строителя коммунизма. И такие были указы. Понимаете, все это было. Ну, где оно сейчас? А вот то, что написано в Писании, живет. И это нам дает потрясающую надежду, как не погрязнуть в суете. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com Давайте мы сейчас с вами посмотрим и попробуем отличить оптимиста от пессимиста. Посмотрим, как они относятся, ну, например, к неудаче. Как относится оптимист и как относится пессимист. Давайте подумаем. Вот неудача. Кому приписывает неудачу оптимист? Ну, не себе. Ну, кому? Ну, Богу. Или кому-то рядом. Или обстоятельства. Давайте так скажем. Обстоятельства. Ну, давайте возьмем так, чтобы так в теологию глубоко не впадать. Давайте обстоятельства. А кому приписывает неудача пессимист? Сиди. Виноват кому? Да, я такой. Что вы хотите от человека без высшего образования? Что вы хотите от человека, который... Пальцы не в ту сторону растут. Пальцы не в ту сторону растут. И так далее. Пессимист считает, что это он такой, естественно, поэтому неудача. То есть приписывает себе. Так, я сам виноват. Так, дальше. А как оптимист мыслит эти неудачи во времени? Они... Случайность или это закономерность? Случайность. Временно. Временно. То есть неудача – это некая временность. Да, временная такая структура. Временно. А оптимист? Это рок. Закономерность. Крой крест мой. Да, да. Почему это случается именно со мной, да, и всегда. И всегда это со мной. Вообще, что вы хотите от человека в таком обществе. А вот по месту, так сказать, происхождения, вот, оптимист, как мыслит неудача? Что они вот как-то локально расположены? Или вообще везде? Локально. То есть для оптимиста это локально. Ну, просто так случилось, вот, не вовремя, да, что-то произошло. Именно здесь я подскользнулся. Да, ну вот. Ну, бывает. Да, ну, в конце концов, да. Ну, мы, как верующие люди, как можем сказать. Ну, да, Господь контролирует все, но, видимо, сейчас нужно, чтобы сложились именно в этот момент такие обстоятельства. А пессимист как относится? А, а пессимист как скажет? Повсеместно. А что вы хотите в таком обществе, да? Где все так? Все так. И в этом грешном мире, разве в какой-нибудь стране я могу быть удачным? Нет. Да? То есть у него все это идет повсеместно. Так. Ну, а теперь давайте посмотрим отношение к удачам. Или к успеху, да? Успеху, да. Для оптимиста это... Закономерность. Почему так происходит? Ну, давайте последовательно, да, то есть... Здесь виноват. Кто виноват в успехе у оптимиста? Или... Оптимист. Он сам. Он сам. То есть оптимист говорит, что успех, это потому что... Ну, как верующий говорит, я дитя Божье, поэтому как я могу быть иначе неуспешным? То есть приписывают успех себе. Я же такой? Да. Я сам. А пессимист? Ну, если верующий, то, значит, говорите плюс Господь, да? Почему это вдруг у него получилось, да? Не меняется наоборот. Так, как-то так. Это случайность. Случайность, да, да. То есть обстоятельства сложились. Ну, или случайность, давайте напишем, да. Так. По времени для оптимиста это как? Нормальное состояние? Закономерное. Всегда хорошо, только случайность бывает плохо, да. Да. Постоянно хорошо. Так, а для пессимиста? Случайно. Ага. Так, ну, значит, здесь... Здесь случайность... Постараться все выйдет. Здесь, как ни старайся, все равно ничего не получится. Так, значит, я как... А здесь не что сказать, значит, перепутала тут. Тут я сама, тут обстоятельства. Обстоятельства. То есть вот тут я поменял этого момента. Прошу прощения. Тут я сама, тут обстоятельства, тут закономерное, тут случайность. Так, ну и последний тоже вопрос. Если оптимист, то неудачи где происходят? Везде. Везде. В России? Удачи, успехов. А, успехов. В Москве, в деревне Пупыровка, в Нью-Йорке, в Курске. Где бы я ни был. Я дитя Божие. И раньше так было. И раньше так было. И надеюсь, что и дальше так будет продолжаться. Да. Вспоминайте старичка этого, да? Веселого. Повсеместно. Так, а для... Особенно, когда там эти ноги локальны, да. Только здесь. Я... Мне почему повезло? Потому что я в Москве был. Да. Там еще возможно, там, что где-то у меня получилось. Работа сложилась. Тогда время оказалось удачным для этого, поэтому так и получилось. При сложившихся обстоятельствах это произошло именно здесь, случайно. Понимаете? Это внутреннее состояние. И вот сколько мы сейчас наблюдаем, вот люди ищут там счастье. Вот интересно просто мы наблюдали такую вещь. Когда мы ездили в Таджикистан, в Душанбе, нам Господь там преподал потрясающий урок. Мы встретили в Душанбе людей, которые, кстати, нас пригласили с Самарой к ним приехать. И вот один из них сказал, ой, я так мечтаю уехать к вам в Самару жить. Вы знаете, у вас в Самаре рай. Как мне хочется жить в Самаре. Потрясающий уровень жизни, там, отношения людей. Ну, люди живут нормально. Не то, что тут у нас в Таджикистане. У нас в Самаре мы знаем массу людей, которые считают, что для них за счастье уехать в Москву. Понимаете? Перебраться, жить в столицу. Там столько возможностей. Это вообще пределный читатель. Когда мы жили в Москве, знаете, у нас создалось впечатление, что чуть ли не каждый третий москвич, мечтает уехать. Куда-нибудь на запад. На запад. Понимаете, вот там. В Америку, может быть. Будучи в Душанбе, когда мы... Мы общались с людьми, и там приезжали люди из аулов соседних. Они говорили, вы знаете, в ауле жить совершенно невозможно. Как мы мечтаем перебраться в Душанбе? А был один пастор, он из афганской деревни. И он приехал, просто получилось так, что он побал на этот семинар. Он говорит, как я мечтаю переехать сюда, в Таджикистан, хотя бы в аул. Ну, потому что в ауле люди живут несравненно лучше, чем мы там в Афганистане. Понимаете, и мы поняли, что, знаете, нам Господь показал потрясающий совершенно вот урок, что здесь на земле рая нет нигде. Вернее, так скажем, рай у нас вот здесь, он либо есть, либо нет. И каждый из нас, в принципе, выбираем сам. Вот это или это. И давайте мы сейчас с вами, знаете, как мы проведем небольшой такой аутотренинг. Напишите себе какую-то неудачу, которая у вас произошла и которую вы переживаете. Ну вот если бы не это, у меня бы, эх, все по-другому. Напишите, у каждого была какая-то наверняка неудача, которую до сих пор помним. Запишите ее сейчас себе. Может быть, в детстве это случилось. Эх, вот мне тогда вот этот Васька сосед. Ну, наверняка было какое-то неприятное событие в жизни. Какое-нибудь. Ну, где-то запишите, на подкорку или где-то. Каждый из вас, да? А теперь. Записали. Представили, подожди, не спеши, не все еще. Представили? Вот это упражнение называется «Розовые очки». Посмотреть на все через розовые очки. И когда у вас вдруг внутри, знаете, проявляется такое побуждение. Вот вы видите, что это рок, над нами он висит. И что вы вообще неудачники пожили. Почему это самое новое именно так случается? И вообще, если везет, то очень редко и где-то локально. И где-то совершенно непонятно, вы не можете это объяснить. Все. Одевайте розовые очки и эту же самую ситуацию рассматривайте вот так. Кстати, очень здорово помогает. Это пройдет, да? Пройдет. Ну, понимаете, ведь рассматривать можно вот именно, что через розовые очки. А в действительности не всегда бывает, когда мы все время оптимистами или когда мы все время пессимисты. Бывает и так, и так. То есть какие-то периоды жизни. Мы бываем в печали, бываем в радости. Когда у нас печаль, мы не можем радоваться. Но она проходит, конечно. Ну, тут как бы, скажем, какой период. Долгосрочный или краткосрочный. Вот поэтому показали фильм «Старичка». Почему? Потому что вы видели, что, ну, ну уж слишком. Ну, да. Да. Понятно, что здесь как бы вот палку не перегнуть, да? Вот. Но все-таки если уж крем какой-то делать, то вот старайтесь все-таки вот сюда. Жил на свете старичок маленького роста. И смеялся от души он, ну, чрезвычайно просто. И сейчас давайте вот вопросы для рассуждения тоже, для личного рассуждения, размышления. Где у вас проходит граница между наслаждением и похотью? Знаете ли вы эту границу, чтобы не перейти ее? Почему, по слову похоть, имеете в виду не только сексуальные какие-то влечения или там влечения, вы понимаете, да? Похоть. И как вам вера в Бога помогает наслаждаться жизнью? И вообще помогает ли? Ведь жизнь прекрасна. Наслаждаемся ли мы этой жизнью? Как? У тебя бывает, граница настолько смазанная бывает, что очень опасная. Да, конечно. Поэтому вот эти вопросы, над которыми стоит поразмышлять. Конечно, если вы эти вопросы возьмете в свои группы, понимаете, здесь мы как бы моделируем немножко вот те вопросы, которые можно поднимать. Понятно, что за полчаса... Сама по себе группа, она же идет не полчаса, она идет полтора-два часа. Мы здесь вам просто даем направление для того, о чем можно поговорить на группе. Вот как то, что говорится в экклесиасте... Вы через логику можете как бы преломить конкретные жизни, конкретных людей. То есть вот такие вопросы можно друг другу задать, над этим поразмышлять. А это как ко мне относится? А со мной это как состыкуется? А с вами, а у вас это как? И на группе вот эти вопросы для личного размышления очень хорошо вообще вот идут в общем обсуждении. Когда особенно создается вот такое вот личностное доверение, доверительная обстановка, где-то на третий-четвертый раз она обычно уже создается. И эти вопросы прям в кон бывают. Особенно, знаете, хорошо, если вы их сдадите на дом, а следующая группа начинаете с них. Это вообще замечательно. То есть еще раз хотим сказать, что цель вот этого нашего курса – это не провести вот эти все группы, исследовать Писание, так ли это все на самом деле, и как это вообще теологически выглядит. Нам показать, как можно вот эти истины, изложенные здесь, к себе отнести. И заставить нас и людей, окружающих нас, ну немножечко подумать, поразмышлять над тем, что происходит вокруг нас. Как мы можем изменить мир к лучшему. То есть практически – это у нас практический курс. Да, вот есть курсы теоретические, а есть курсы практические. То есть вот этот курс у нас с вами практический. По-моему, первый практический курс, который мы вот преподаем здесь в школе. Вот, поэтому очень надеюсь, что он будет как-то полезен в будущем вашем служении. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok